Сегодняшнее заседание было посвящено больше экономике. Напомним, за 2019 год неэффективно использовано около 4,28 миллиардов тенге. Это в три раза больше, чем в предыдущем году. Миллиарды тенге из госказны продолжают расходоваться неэффективно и не по целевому назначению. А ответственные лица отделываются легким испугом. По данным счетного комитета, в последние годы происходит неуклонное снижение числа прибыльных субъектов квази-госсектора. Это приводит к тому, что бюджет недополучает дивиденды, но при этом сохраняется практика подпитки субъектов квази-госсектора финансовыми инъекциями из бюджета и нацфонда. За последние 10 лет квази-госсектору было выделено свыше 34 миллиардов долларов. Президент Тухаев отметил, что все еще существуют такие проблемные вопросы, как недопланирование, высокая цена приобретения, эффективность и необходимость отдельных мероприятий. Поэтому мы должны ввести жесткие меры контроля, иначе от пустых слов результата не достигнем. Правительству совместно со счетным комитетом до 15 октября необходимо провести анализ эффективности расходования денег, выявленных для борьбы с кризисом. Глава государства высказался даже о распуске Кабмина. Говоря о ситуации с эпидемией и работе властей, президент заявил, что готов подождать улучшение еще две недели. Другими словами, Кабмину дали срок на исправление ошибок. В противном случае возникает вопрос о способности правительства в целом работать в этом составе, заключил он. Токаев заявил, что выговоры заслуживают все Акимы и ряд министров. Он предупредил чиновников, что летних отпусков у них не будет. Теперь задумайтесь, соответствует ли присутствующая здесь команда указанным критериям. Полагаю, члены правительства Акимы трезво оценят свои возможности. Хотя с самокритикой у нас зачастую бывает весьма трудно. И примут решение в пользу естественного государства. Я скажу откровенно, во время подготовки данного заседания мне советовали уволить некоторых первых руководителей регионов, ведомств, даже отправить отставку все правительство. Мол, это будет хорошо воспринято обществом, очки, мол, наберете. Но мне очки совершенно не нужны. Я готов служить и слышать ответственных людей, но играть на публику не собираюсь. Не в том, как говорится, возрасте и тем более положении. Выговоры и замечания некоторые Акимы уже получили. В принципе, такого наказания заслуживают, возможно, и другие руководители. Будь то это области или министерства. Пандемия, вернее, цены на нефть повлияли на доходы бюджета. Поэтому министр экономики предложил брать деньги из нацфонда, причем больше, чем раньше. Таким образом, размер гарантированного трансферта из нацфонда был увеличен до 4,7 триллионов тенге. Это 11 миллиардов долларов. Напомним, в августе 2014 года активы нацфонда достигли пика. Зафиксирован рекорд на уровне 77 миллиардов. Затем размер изъятия был определен на уровне 3 миллиардов долларов ежегодно. И уже к концу 2015 года, конечно, за счет трансферта и за счет резкой девальвации тенге, размер нацфонда усох до 63 миллиардов. В настоящее время там собрано всего лишь 57 миллиардов. Не густо, говорят эксперты. Если оттуда заберут еще 11 миллиардов, останется всего лишь 46 миллиардов долларов. Фонд перестал прирастать капитал. При такой скорости изъятия активы нацфонда могут быть исчерпаны менее чем за три года, говорят независимые экономисты. Таким образом, правительство продолжает проедать нефтедоллары, отложенные для будущих поколений казахстанцев. Независимые финансисты не раз говорили, что народные деньги можно было бы использовать куда эффективнее. Например, больше денег выделить для развития малого бизнеса. Сегодня президент страны заявил, что расскажет о новых мерах для развития экономики. Но не сейчас, а во время второго послания. Пока президент рассказал, какие кадры нужны для кабинета министров. Кризис показал социальные диспропорции в нашем обществе. Скепсис и недоверие граждан к местным центральным властям. Наш госаппарат и в целом система госуправления серьезно отстали от веления времени. Идеологическому аппарату тоже не хватает знаний, опыта, креативности и смелости. Нужна перестройка госуправления. Она станет частью политической реформы, предусматривающей значительное усиление местного самоуправления. Без такой реформы, убежден, мы не сможем придать реальный импульс социально-экономическому развитию страны. Об этом я более подробно скажу в послании народу. Сейчас же становится все более важной задачей подбора кадров для выполнения качественно новых задач. Другими словами, новый курс предусматривает новых исполнителей, образованных, решительных, инициативных, деловых и честных. Президент поручил врачам рассказывать о методах лечения КВИ. Известные авторитетные врачи через телемедицину, телеканалы и социальные сети должны системно рассказать о методах подходов лечения инфекции. Если этого не делать, подозрительные советы врачей и мошенников могут навредить здоровью наших граждан, полагает президент. В этой связи он наделил главу Минздрава особым статусом. Цою будут отчитываться правительства и Акимы. Рекомендации и требования министра здравоохранения должны быть приоритетом для других членов правительства и Акимов. «Считайте, что на период пандемии министр здравоохранения наделен особым статусом и полномочиями. Я поручаю правительству и Акиматам ежедневно предоставлять министерству отчеты и информацию о борьбе с пандемией», – заключил Токаев. Президент поручил создать спецкомиссию, которая выявит ошибки и недостатки в работе Минздрава и казахстанских Акиматов в период пандемии, а также уволить руководство фонда страхования и СК «Формации». Президент обратил внимание на ошибочные прогнозы по ковид. Напомним, экс-министр Бертанов говорил, что заболевших по всей стране будет максимум 3,5 тысячи. Но уже сейчас их больше 50 тысяч. Как отметил президент Токаев, нужно провести расследование. Всех виновных в возникших трудностях привлечь к ответственности. Бауржан Шехмид Ахмедяр Ильясов, Столичное бюро ТДК-42.